Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют». Компания «Линия неба». На телекоме информационная программа «Новости дня». О том, что произошло в нашем городе, сегодня расскажу вам я, Мария Латышева и корреспонденты ТВ-кома. И вот, что ждет вас в выпуске. Вот эта сессия, она некое такое завершение пятилетней работы. Сегодня состоялась последняя сессия Народного хурала шестого созыва. Депутаты рассмотрели 35 вопросов и ушли на каникулы. Надежная машина? Надежная. Еще один автомобиль отправят в зону проведения СВО от неравнодушных жителей Бурятии. Сейчас стоит острый у нас вопрос того, что надо именно нам строить стационар. Жители Акинского района просят у главы Бурятии построить новый большой корпус для местной больницы. Вот я гуляю с ребенком очень часто, мы здесь ходим. Очень страшно смотреть на эти ветки. Жители Восточного опасаются за свое здоровье из-за сухих веток. Сегодня состоялась 30-я, последняя сессия Народного хурала шестого созыва. Депутаты рассмотрели 35 вопросов и ушли на летние каникулы. На повестке дня были отчеты о работе правительства за прошлый год и реализация стратегии социально-экономического развития республики. Глава Бурятии отчитался о результатах деятельности правительства за 2022 год. Он представил отчет обо всех аспектах развития республики – экономике и реализуемых инвестпроектах, социальной сфере, развитии инфраструктуры и здравоохранения. И поблагодарил депутатов хурала за совместную работу. Мы с вами прошли непростые времена, ковид, сейчас идет СВО, хотелось бы, чтобы тоже это быстро прошло. Но в целом у нас есть хорошие результаты нашей совместной работы. Безусловно, у нас есть вопросы, которые требуют решения, которые до сих пор не решены. Никогда не будет времени, когда все будет решено. Но мы с вами движемся. У нас есть достижения, есть результаты. И нам есть о чем говорить с людьми. За эти пять лет хурал принял более 600 законов Бурятии. Из них 60 являются базовыми, новыми, самостоятельным предметом правового регулирования. Принято 668 законов, принято 383 постановления. За этот период этому предшествовала большая работа всех комитетов, всех структурных подразделений Народного хурала. Было проведено огромное количество заседаний комитетов Народного хурала, в том числе выездных. Были по плану работы проведены все запланированные заседания Совета Народного хурала, где рассматривались ход исполнения законов. На последней сессии депутаты хотят заручиться поддержкой коллег по вопросам, которые курируют. Например, Анатолий Кушнарева волнует чистый воздух в республике. Тех, кто его намеренно загрязняет, призывает штрафовать. Там 30-40 тысяч на должностных лиц и 80-100 тысяч на юрлиц. Но это нужно. Еще раз напоминаю, речь идет об атмосферном воздухе, который загрязняет предпринимателей, имеющие технологическое подключение. Повторяю, имеющие. Только ключи и оплачивай. Для тех, у кого нет, этот закон на них не распространяется. Дмитрий Швецов хочет, чтобы больше денег получало в новом созыве сельское хозяйство. Душа болит у депутата за деревню. Больше внимания, я надеюсь, будет уделяться вопросам сельского хозяйства. Потому что в бюджете республики Бурятия доля расходов на сельское хозяйство в процентном отношении практически не увеличивается. И все-таки мы нуждаемся в том, чтобы мы на селе у нас наконец-то был реализован какой-то крупный инвестиционный проект. Именно крупные проекты инвестиционные, это все-таки двигатель прогресса. Игорь Марковец озвучивает, какие изменения коснутся поддержки детей-сирот. Сегодня это один из самых важных вопросов в социальной сфере бюджета. У нас получается очередь, каким образом формируется. У нас первые идут ребята-дети-сироты, которые сейчас принимают участие на СВО. И потом у нас будут как раз те ребята, которые имеют судебное решение, уже получившие жилье, которое признано непригодным. То есть получается, что эти ребята, которые уже получили жилье, и оно было признано непригодным, они сейчас будут ставиться в первоочередном порядке. Депутаты уходят на каникулы, но настроены продолжить работу в седьмом созыве. И вот эта сессия, она некое такое завершение пятилетней работы. Но мы видим себя, конечно же, в седьмом созыве. И будем работать прежде всего для простых людей, для селян. Все законы, которые были направлены на поддержку наших граждан, ЛДПР поддерживал вне зависимости от партийной идеологии. Выборы пройдут 10 сентября этого года. «Единая Россия» будет конкурировать с другими политическими партиями республики. КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» и «Новые люди». Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня. Зачем подразделение мэрии нужно ввести странички в социальных сетях? И как обстоит ситуация с наказами избирателей? На сессию собрались депутаты Горсовета сегодня. Что обсуждали, расскажет моя коллега Юлия Пермякова. В Улан-Удэ состоялась 43-я сессия Городского совета депутатов. Народные избранники рассмотрели 9 вопросов. Признали утратившим силу соглашение о реструктуризации задолженности городского бюджета перед республиканским, так как обязательства давно исполнены. Конечно, традиционная тема – это исполнение наказов избирателей. Программа состоит из краткого анализа существующих состояний системы и сухоснабжения. Является анализ за состояние установки приборов учета, целевых показателей, развития коммунальной структуры и многое другое. Данная программа будет действовать до 2035 года. Также рассмотрели изменения по наказам избирателей. Все наказы являются как раз большинство – это благоустройство, это дворовые территории, это площадки детские, водоотведение, водоснабжение, освещение и так далее. По 18 округам внесли изменения. Напоминаю, что в этом году всего 283 наказа на общую сумму 120 миллионов рублей. Еще один вопрос касался открытости структурных подразделений. Теперь они обязаны размещать информацию о своей деятельности в российских социальных сетях – ВКонтакте и Одноклассниках. С декабря 2022 года вступил в силу федеральный закон, где органы местного самоправления обязывают не только иметь свои сайты и размещать там информацию, но и на официальной странице, хотя ВКонтакте и Одноклассниках иметь информацию, выкладывать. Поэтому все структурные подразделения станут наши открыты. Это была последняя сессия Горсовета перед летними каникулами. В следующий раз народные избранники соберутся на заседании осенью. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня. Для земляков еще один автомобиль отправят в зону проведения специальной военной операции от неравнодушных жителей Бурятии. Кто передал машину нашим бойцам, расскажем в следующем сюжете. Этот УАЗик верой и правдой служил сотрудникам МУП управления трамвая не один год. На нем привозили людей на работу и увозили после смен. Но весь коллектив решил, что бойцам на СВО автомобиль нужнее. Это третья машина, подготовленная нашим муниципальным унитарным предприятием управления трамваем, коллективом управления трамваем. Полностью подготовленная и к маршу, и к работе в любых условиях. Машина УАЗик, Уханка, все мы ее знаем. Практически каждый советский гражданин может ее разобрать до винтиков и собрать обратно. А ребята, солдаты, так они ее вообще любят и знают. Машина не подведет ни в дороге, ни в поле. Хотелось бы передать, пусть служит верой и правдой машиной до самого конца. Главное, чтобы наши ребята вернулись домой живыми. Желательно без ранений. Мы их ждем. Ранее автомобили отправляли 11-й десантно-штурмовой бригаде, а весной в 35-ю зенитно-ракетную бригаду. Эта машина в хорошем состоянии. На нее установили новую резину, сделали небольшой ремонт внутренней обшивки. Нужна острая и необходимая помощь именно здесь и сейчас для поддержки наших военнослужащих, для наших земляков. Если передаваемый нами автомобиль спасет хотя бы одну жизнь нашего военнослужащего, мы считаем, что весь коллектив предприятий считает, что все, что мы сделали, весь наш труд для передачи данного автомобиля, он явно не напрасен. Взамен водителям и кондукторам трамваев обещали поставить новый транспорт. Хочу выразить огромную благодарность администрации города Улан-Удэ, коллективу МУП управления трамвая города Улан-Удэ за предоставленный автомобиль. Также отдельно хочу сказать, что это уже не первая гуманитарная помощь, предоставленная нашей бригаде. Ранее уже предоставляли тепловые пушки, электрические генераторы. В ближайшее время УАЗик отправят на передовую. Бурятия вошла в дальневосточную программу доступного арендного жилья. Поселок решили построить в микрорайоне Загорск на улице Гастелло. Обещают возвести около 300 квартир на площади чуть больше гектара. Для этого необходимо составить проектно-сметную документацию. Это та заявка, которая была подана сегодня от Улан-Удэнского авиазавода. Для того, чтобы обеспечить привлечение специалистов, которые приедут, сразу у них появилось жилье. И люди уже не искали на рынке, а имели служебное арендованное жилье и расселились. Жилье будет строиться обеспечено полностью всем необходимым. Аренда жилплощади составит около 10 тысяч рублей. Такая низкая стоимость будет обеспечена условиями программы. На оплату квартиры будут выделяться субсидии. Оставшуюся часть будет вносить сам арендатор. Однако еще предстоит работа по выносу необходимых для строительства коммуникаций. А в четырех районах Бурятии отремонтируют объекты коммунальной инфраструктуры. На эти цели выделено и направлено более 100 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Бурятии Алексей Циденов. Кижингинский район получит 48 миллионов на капитальный ремонт 7 участков сетей тепловодоснабжения в селе Новокижингинск. В селе Улюнхан Курмканского района проведут капитальный ремонт котельной на сумму 5,5 миллионов рублей. В северобайкальском районе приведут в порядок центральную котельную в поселке Новый Уаян за 10 миллионов. В селе Хоринск уже начаты работы по капремонту котельной с заменой теплосетей. На эти цели выделено более 50 миллионов рублей. Закончить работы планируют в следующем году. Жители Акинского района просят у главы Бурятии построить новый большой корпус для местной больницы. Сейчас там несколько маленьких зданий, и они в аварийном состоянии. К тому же неблагоустроены. Подробности прямо сейчас. Здание больницы Акинского района 70-х годов постройки. Там нет центрального водоснабжения и канализации. Пациентам приходится ходить по нужде на улицу. Хирургический корпус благоустроен, но сделан ремонт был не по нормам, потому там все время стоит неприятный запах. Хотя он 2002 года постройки, но в строительстве использовали стройматериал сырой, пораженный берегом. И капитальная стена, она вся полностью поражена. В 2013 году укрепили вроде металлоконструкциями, но все равно, несмотря на это, здания все время вот эти в операционном перевязочной, в палате реанимации, где плитки были приклеены, они отпадают. Поликлиника тоже без удобств. Всего в больничном комплексе 16 отдельно стоящих зданий. Сейчас стоит остро у нас вопрос того, что надо именно нам строить стационар, где наше население круглосуточно получает медицинскую помощь. Наш стационар, он 79-го года постройки. Ну, здание стационара признано аварийным. В 2020 году провели исследование, действительно аварийным признано. А вот по поликлинике еще обследование проводится. С стационаром мы хотим подготовить судно-сметные расчеты и подать на программу КРС-5. А по поликлинике еще дальше будем исследовать. Глава дал распоряжение не затягивать с проектно-сметными расчетами, чтобы как можно скорее начать строительство здесь новой больницы. Ася Касьянова, Новости дня. В Бурятии образование детей за счет средств мат-капитала оплатили более 6,5 тысяч семей. Направить средства на обучение детей в высших и средних учебных заведениях можно, если ребенку исполнилось три года. При этом родители могут этими деньгами оплатить обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы начало обучения его возраст не превышал 25 лет. А учебная организация находилась на территории нашей страны. Кроме того, мат-капиталом можно оплатить и проживание в общежитии. Для этого родителям нужно подать заявление через госуслуги и копию договора на платное обучение ребенка. Проконсультироваться по вопросам распоряжения средствами материнского капитала можно по телефону Единого контакт-центра 8 800 1 501. Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности, чтобы помочь малообеспеченным россиянам. Такой законопроект партия ЛДПР подготовила и отправила его на отзыв правительства. В пресс-службе фракции пояснили, что реализация этой инициативы не только поможет гражданам, но и решит проблему переработки или утилизации таких товаров. По данным депутатов, сегодня около 20% произведенной продукции остается невостребованной. Исключениями предлагают сделать продукты детского и диетического питания, а также алкоголь. Они передаче, согласно законопроекту, не подлежат. Прямо сейчас реклама, и вот что вас ждет во второй части выпуска. Вот я гуляю с ребенком очень часто, мы здесь ходим. Очень страшно смотреть на эти ветки. Жители Восточного опасаются за свое здоровье из-за сухих веток. Рассказали в трамвае. Сотрудники МЧС провели рейд по противопожарной безопасности на рельсах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Взор как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Гостевой дом «Байкальский маяк» приглашает вас окунуться в атмосферу уюта и активного отдыха. Благоустроенные номера, домашняя кухня, русская баня, прогулки на катере вдоль Сеселенги, путешествия на необитаемые острова, рыбалка. Проведите это лето с нами. Гостевой дом «Байкальский маяк». Звоните 65 10 10. Как создать в вашем доме еще один уютный уголок? Точно знает завод пластиковых окон компания «Ялан Групп». Масса комфортных вариантов остекления ваших балконов. Теплое остекление, холодное остекление из алюминия. И наиболее популярное сейчас герметичное остекление. С такой установкой вашему балкону не страшна любая непогода. Сейчас по цене обычного остекления. «Ялан Групп». Быстрый замер по телефону 37 17 71. Новости дня на Телекоме. В студии Мария Латышева мы продолжаем. Выпас крупного рогатого скота без пастуха может дорого обойтись. Власти продолжают заниматься отловом безнадзорных животных в пригородных районах Улан-Удэ. Чем грозит и куда отвозит скот в следующем материале. На безнадзорных коров открыли охоту в поселке Хайтобэе, что недалеко от аэропорта провели рейд по отлову пасущихся животных без пастуха. За небольшим стадом сотрудники администрации советского района Улан-Удэ и Волгинского района Бурятии наблюдали около часа. Ни пастуха, ни хозяев животных так и не встретили. Зато приехали подрядчики. Сначала буренку усыпили, затем погрузили и увезли на штрафстоянку. Три, грубо говоря, это, во-первых, дорожно-транспортные происшествия. Во-вторых, это потравы сельскохозяйственных посевов и сынокосов, личных подсобных хозяйств. Третье, это тоже эпизотическая обстановка сложная. В позапрошлом году мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как узелковый дерматит, зуд так называемый. Пришлось забивать стоп. Животных увозят в специальное место. Чтобы забрать корову или лошадь, придется заплатить штраф за отлов 4 тысячи, за погрузку и транспортировку 3 тысячи и еще по 2 тысячи рублей ежесуточно за содержание. Если за полгода владелец не объявился или не смог доказать, что животное принадлежит ему, то условная корова изымается в пользу подрядной организации, и те могут распорядиться ей по своему желанию. Благо, мест, где безнадзорных коров немного. Узнать, не попало ли животное в руки надзорных органов, можно в администрации района. На овец и коз такие меры не распространяются. БРЦД Павбато, Гармын. Новости дня. В Улан-Удэ жители Восточного боятся за свое здоровье из-за сухих веток. На улице Гастелло опасно ходить и парковать машины. Люди обратились в комитет городского хозяйства и попросили подрезку. Жители микрорайона Восточный бьют тревогу. На улице Гастелло в ветреную погоду опасно ходить. Дело в том, что тополя там сильно разрослись, появилось много сухих веток, и при сильном порыве они могут упасть на человека. Вот я гуляю с ребенком очень часто, мы здесь ходим, очень страшно смотреть на эти ветки. Не дай бог какой-то сильный ветер в ветку упадет. Уже случаи были. Недавно с мужем ездили по улице Гагарина в магазин, там все чистенько, убрано, пуха нету, веток таких нету, все как-то цивильно что ли. Мы здесь как будто не люди какие-то, живем. Ужас какой-то вот. Однако решается эта проблема достаточно просто. Если деревья, которые представляют опасность, растут во дворе дома, то заявку на их подрезку нужно направлять в управляющую компанию. Если же тополя находится на магистральных улицах, то это уже полномочия Комитета городского хозяйства и городского лесничества. Либо можно посредством интернет-сервиса активный горожанин обратиться, то есть заявить о себе, будет проведено обследование, и при необходимости этот адрес будет внесен в рейстор подрезки. Основная цель этой процедуры, не просто, чтобы было как-то красиво, а чтобы люди, наши горожане, их имущества находились в безопасности прежде всего. В КГК о проблеме Нагастелло знает. Улица уже внесена в реестр. Тополя подрежет осенью, когда закончится период вегетации. Руслан Хороших, Константин Баданов, Евгений Павлов. Новости дня. Бурятия и Иркутская область получат более 100 миллионов рублей на ликвидацию свалок. Софинансирование из федерального бюджета направлено на расчистку центральной экологической зоны Байкальской природной территории в этом году. В рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в Приангарии будет ликвидировано 7 свалок общей площадью более 28 тысяч квадратных метров, а в нашей республике 12 свалок площадью более 200 тысяч квадратных метров. Это позволит сократить объем загрязнений, попадающих в Священное озеро вместе со сточными водами и сохранить уникальную экосистему водоема. В Бурятии появится пункт наблюдения за многолетний мерзлотой. До конца этого года создадут сеть из 20 таких объектов в 8 регионах страны. Законопроект единогласно принят депутатами Госдумы по втором чтении. Кроме нашей республики пункты обустроят в Иркутской и Амурской областях, Красноярском и Забайкальском крае, а также на Алтае. Один из них в Ямало-Ненецком автономном округе уже работает и представляет из себя скважину глубиной около 25 метров, внутри которой термокоса с 32 датчиками на разных уровнях. Власти отметили, что от ситуации с многолетней мерзлотой напрямую зависит планирование хозяйственной деятельности, включая строительство жилья, инженерной инфраструктуры, нефти и газопроводов, дорог и водопроводов. То, о чем нужно помнить всегда, это противопожарная безопасность. Сотрудники МЧС и агентства лесного хозяйства напомнили пассажирам трамваев о действиях при возгорании. Мой коллега Баир Цедыпов расскажет подробнее. У вас отопление печное? Печное, да. Знаете тоже, да? Да. Правила и устройства, и эксплуатации печного отопления. Притопочный лист должен быть определенных размеров. Никаких горючих предметов не должно быть в близости. Элементарные правила и знания по эксплуатации печей сохранят жизнь и имущество. Инспекторы напомнили пассажирам об основных причинах возникновения пожаров. Большая часть пожаров в быту происходит из-за халатного отношения к правилам и нормам пожарной безопасности. Именно поэтому профилактические мероприятия являются обязательной составляющей как для сотрудников МЧС, так и для детей и взрослых. Напоминаем гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности, чтобы были бдительны и осторожны при обращении с огнем, при обращении с электроприборами. Также напоминаем, что на территории города Улан-Удэ действует особый противопожарный режим, а также телефон экстренных служб. Особый противопожарный режим ограничивает пребывание в лесу, а за нарушение пожарной безопасности на природе грозят штрафы. Впрочем, общество с пониманием относится к подобного рода агитационной работе. Я думаю, что такие мероприятия полезны, чтобы население знало, что нельзя ходить в лес, разжигать огонь. С начала года на территории Улан-Удэ зарегистрировано 822 техногенных пожаров, из которых три четверти приходится на возгорание мусора и сухой травы. Что касается лесных пожаров, то на территории столицы Бурятии зарегистрировано 7 случаев. Практически все произошли из-за неосторожного обращения с огнем. Барр Цедыпов, Евгений Павлов, Новости дня. В Улан-Удэ этим летом реализуют художественный проект «Комната в городе». Его суть – создание кубов, которые будут расписаны или инсталлированы местными авторами. Арт-объекты появятся на пешеходных улицах, предположительно на гостиных рядах и улице Соборной. По задумке создателей проекта, современное искусство должно изменить восприятие старого города. Художники будут рисовать уже на месте в своем графике, а горожане смогут наблюдать за процессом. В Улан-Удэ уже есть объекты современного искусства, чаще всего это граффити. Например, на развилке Трубачеева и Бабушкина, на клеверной развязке и под Удинским мостом. Их фишка – национальный колорит. В Бурятии пройдется российский молебен о победе. Улан-Удэ вошел в сотню городов России, которые посетит уникальная святыня – мощи покровителя российского воинства, великомученика Георгия Победоносца. В нашу республику мощи прибудут 2 июля. В течение двух дней в Адегитаревском соборе перед ними будут совершаться богослужения. И все желающие могут прийти и приложиться к святыне и соборно помолиться о даровании победы нашим воинам. В такое трудное время, когда наши соотечественники сегодня на передовой защищают границы нашего государства, собственно, нашу государственность, это особенно важно, чтобы нам всем вместе в эти дни помолиться перед этой уникальной святыней, помолиться Богу о даровании российскому воинству победу над врагами. Проводы мощи Георгия Победоносца пройдут 3 июля в 16 часов. В соборе будет совершен молебен, а затем мощи отправятся далее по пути следования. В тестовом режиме заработал аналог русскоязычной Википедии – Рувики. На данный момент доступно почти 2 миллиона статей. Их количество будет постоянно расти, так как создатели приглашают всех желающих стать авторами портала. И скоро должно появиться свободное редактирование статей. Как пообещал генеральный директор интернет-энциклопедии Владимир Медлейко, переход на бета-версии с бета-версией на полноценную состоится уже в ближайшие дни. Коляски, бандажи, ходунки и ортопедические стельки для обуви. В столице Бурятии открылся салон ортопедии медтехники, в котором больше тысячи наименований товаров и цены на них не кусаются. Подробности в нашем сюжете. Это больше как уличный вариант. То есть человек пошел, допустим, пожилой человек, пошел в магазин. Шла, 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 резко захотела, устала, села. Она может здесь присесть. А, ну, то есть как универсальный такой. Да, универсальный, и вещи сюда можно будет положить. На колесах и без. В новом салоне ортопедии и медтехники ЮлМед есть ходунки на все случаи жизни. Для пожилых и тех, кто после травм. Бандажи для голеностопа, коленного сустава и лучезапясного помогут восстанавливаться быстрее. Компрессионное белье в помощь тем, кто готовится к операции и людям с варикозным расширением вен. Сюда часто заглядывают волонтеры. Они берут средства реабилитации для бойцов, которые получили ранения на спецоперации. Мы приобрели функциональные кровати для ребят, многофункциональные кровати для ребят, костыли, трости, средства для ухода для лежачих ребят, ну, то есть всякие там пенки, противопролежневые, мази. Деньги на закуп собирают всем миром, потому очень важно брать все по доступной цене. В салоне ЮлМед продукция отечественных компаний. В разы дешевле европейской, а качество не хуже. К примеру, дородовой бандаж можно взять всего за 1200. Также можно использовать здесь электронный сертификат. Его дают людям с инвалидностью от государства. Так любой товар вам достанется абсолютно бесплатно. По этой программе возможно выписать себе либо технические средства реабилитации, это может быть и абсорбирующее белье, подгузники, пеленки, уходовая косметика, даже ортопедические стельки, обувь. То есть это все попадает как раз в перечень электронного сертификата. Салон ортопедии и медтехники ЮлМед находится рядом с республиканской больницей на Павлова, 11, вход с торца здания. Там ждут вас ежедневно в будни с 9 до 19.00 и в выходные с 10 до 18.00. А с 30 июня по 9 июля действует скидка на все в 10%. Кварц-винил или керамогранит? Обои или фактурная штукатурка? О преимуществах и трендах, а также какой салон в нашем городе поможет сделать вашу квартиру той самой уютной и практичной, расскажем прямо сейчас. Пол до стены – бренд, стремительно набирающий узнаваемость и признание среди дизайнеров и жителей республики. Салон – настоящая находка для дизайнеров интерьеров. Это тот случай, когда в одном месте можно подобрать все материалы – от напольного покрытия до декоративной штукатурки. Мы работаем более трех лет, начинали с маленького салона и около года назад мы открыли новое пространство, где представили большое количество декоративных материалов – от керамогранита до обоев и декоративной штукатурки. Мы готовы реализовать любые идеи в интерьере наших клиентов. Особенно салон декоративных материалов полюбился дизайнерам интерьеров. Они знают, если зашел в пол до стены, обязательно подберешь то, что по душе клиенту – лепнина, плинтуса, карнизы, молдинги, декоративные фрески. Здесь есть все, с чем особенно любят работать дизайнеры. Пол до стены – это находка для любого клиента, потому что это А – удобно, Б – это огромный выбор материалов. Мой маст-хэв, мой любимчик – это панели, потому что они не монументальные, и это две минуты, и у тебя великолепная, красивая стена. В салоне пол до стены в приятной атмосфере специалисты подскажут лучшее дизайнерское решение для вашей квартиры. Это и выглядит эстетично, и пространство расширяет, и очень практично. В тренде – смешивание разных стилей, комбинация по цветам и фактурам, а также минимализм – смотрится красиво, изящно и со вкусом. Салон декоративных материалов – пол до стены. Создайте свою квартиру мечты. Оставайтесь на ТВ-коме. Далее в эфире программа «Ударей Ханин». Новости на бурятском языке с интервью с гостем в студии. Выпуск выйдет в 20 часов 10 минут. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Сегодня состоялась последняя сессия Народного хурала 6-го созыва. Депутаты рассмотрели 35 вопросов и ушли на каникулы. Жители Восточного опасаются за свое здоровье из-за сухих веток. Рассказали в трамвае. Сотрудники МЧС провели рейд по противопожарной безопасности на рельсах. А я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении пирс.тв. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь. И, как всегда, желаю только хороших новостей. Сочные фрукты в Абсолюте. Абрикосы всего за 109 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Покупай в Абсолюте выгодно. Мука Беляевская. 2 килограмма. Всего за 49,90. Абсолют. Гарант низких цен. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова